Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. И еще сегодня одно видео на Пасху, еще одно видео. Еще раз поздороваемся, доброго здоровьица. На этот ответ как раз будет тем людям, которые говорят, вот у меня заболевание, и допустим, вот помогите, и все. Допустим, опухоль в голове, у ребенка там температура, помогите, ничего при этом не рассказывай, не показывай. Ну, даже, будем говорить, не это важно, потому что я за это дело, ответственность за вас, я брать не буду там на себя. И вообще, это, так сказать, мое хобби, то, что я знал, я изложил. И больше особо и желать не хочу. Вы уж извиняйте, так вот, в разъяснении прочитаю, это как раз пишет Лиля. Я уже сделал одно, один видос, где как раз это, у нее, по-моему, этот самый, она тут сказала, всю жизнь были запоры. И я, наконец-таки, от них избавилась. Ага, ну, начнем, смотрите. Здравствуйте, спасибо вам за ответ, искренне скажу вам, вы, ваши советы и ваш труд, который я изучаю, моя последняя надежда. Ну, так не надо думать, одно из множества всего, что можно использовать. Так, ну, дальше пошли. Увы, анамнез никто из врачей не собирал. О чем я там говорил? Вы просто-напросто вот это видео откройте, посмотрите. Это кто хочет серьезно знать о своем здоровье, знать о методах исцеления, что и как. Это, я говорю, труд. Значит, никто из врачей не собирал. Вот, болезнь какая-то, дай, пожалуйста, сразу будем на нее воздействовать. А причины, что, чего, как? Так, нет, так, вопросов не задавали, задавала я, но они или молчали и говорили, а что вы хотите, уже возраст, какой возраст? Вы стареете, только операция и никто вас не вылечит. Мне 37 лет. Это, по-моему, она как раз с кистой, да, яичника. Вот, 37 лет. Какой возраст? Вы что? Другое дело, 70 лет жизнь прожита, да, можно успокоиться нормально. А другое дело, в 37 лет ставит крест на своей жизни. Узычив вашу статью о первопричинах болезни, поняла, что эмоциональная сторона не менее важна, нежели физическая. То есть, человек, хотя я об этом много говорил, он даже и не подозревает, что это может влиять на его здоровье. А влияет в первую очередь, вот мы занимаемся клизмом, чисткой печени, меняем питание или еще что-то, все начинается с головы, с нашего сознания. Если мы считаем, что да, вот так вот нормально, и живем с запорами, едим там все, что угодно, там, валяемся, там, смотрим телек, то это одно сознание, которое приводит к закономерным результатам, к запорам и дальше киста, значит, в этих там органах размножаются эти паразиты. Либо же мы в свое сознание меняем, мы понимаем, что нельзя так жить, надо совсем по-другому, для того, чтобы нам жилось хорошо, чтобы не было боли. Вот в чем еще вопрос. Начну с начала, вот видите, оказывается, с начала, почему, еще раз, человек говорит, у меня в голове киста, другой, что это, а что, что, как, ничего не говорится, вот это самое, какой там шлейф всего тянется, так вот почитаем. То, что привело к кисте в яичниках, да, я жила в полной семье, была мама и отец, но любви отца к дочери так до сих пор и не ощутила. Все наоборот, он либо не обращал на меня внимания, либо делал так, что в памяти моей оставалась боль и разочарование, даже подавлял мою детскую мечту стать доктором и помогать людям. Это очень большая негативная нагрузка, которая искажает все жизненные процессы, искажает все, и подавляя их, в первую очередь влияет на то, что у нас начинает страдать функция опорожнения. То есть у нас пищеварение начинает тормозиться, у нас подавляются вот эти процессы освобождения от переваренной пищи и развивается запор. Вот, вот, как бы сказать, детская мечта, да. Жили они с мамой не очень радужно, мама работала на нескольких, в смысле, работах, обеспечивала и меня, и себя, и его. Маму отец не уважал, ничего подобного о любви назвать не могу, совсем наоборот, и мне было больно. Ну, видите, постоянно вот в этом живет. То есть постоянно те процессы, которые совершаются у нас в полевой форме жизни, которые выстраивают наше тело, которые всем этим физиологией руководят, они постоянно угнетались и подавлялись. Когда дело дошло до развода, я очень обрадовалась, что наконец-то мама и я будем счастливы. То есть избавиться наконец-таки от этого, от этого всего, от этого гнета, почему человек радуется, потому что проживая с этим человеком, он чувствует от него не какую-то поддержку, не какой-то перспективы на будущую жизнь, он только чувствует, что его гнобят, подавляют и им пользуются. И поэтому, стремясь освободиться, он будет счастлив. Но будучи манипулятором, он приходил ко мне и говорил, что если ты не помиришься, то я выброшусь в окно. Мне было где-то 18 лет. Но по психике ударилось сильно, они помирились. Вы видите, как это самое? Можно манипулировать другими людьми. А вот тут бы ему сказать, вот если бы зрелый человек, а что ты на меня, мне говоришь, налаживая отношения, которые ты разрушил. Знаете, вот тут у людей не хватает смелости. Ну ладно, человек молодой и вроде это все, отцу как-то все это не выскажешь, вот это в лицо. Но тем не менее, надо взрослеть и понимать, ну вот эти, конечно, это самое, но по крайней мере там никто не говорил, но я сейчас вам говорю. А почему ты, папа, сам не пойдешь и не помиришься, покаешься там, расскажешь, что вот так будешь жить, вот так будешь жить, еще там. Давай еще разочек попробуем. Что ты тут какие-то это самое, действительно, манипуляции там делаешь, пытаешься, пытаешься меня сделать крайней, пытаешься еще на меня навесить, чувство вины на меня еще навешать. И вот так вот манипуляторы и вешают, чувство вины и так далее, и так далее, гнобят вам. Вы с ними поговорите, вот так, честно, откровенно, по душам, чтобы они поняли, с кем вы имеете дело. Это важно понимать, не то, что вы их там отбрыкнули, а вот так вот поговорили, и это и им будет полезно, и вам будет полезно. В такой обстановке я росла с постоянными болезнями. Да, энергетики ноль, а у нас энергетический иммунитет, вот я сейчас его так поднял довольно-таки хорошо, я сейчас понимаю, что такое энергетический иммунитет, а что такое там, грубо говоря, там все это остальное, как там они говорят. Иммунитет там, то, сё, пятое, десятое. Нет. Если нету крепчайшей энергетики, все остальное ерунда. Значит, постоянные болезни, какие? Гриб, ангина, атит. То есть вся паразитарная ерунда липла к этому человеку, потому что не было сил создать мощную защитную ауру, чтобы это даже и не приближалось. Вот было двухстороннее воспаление лёгких, меня всегда тошнило, видите, тошнило. Функция пищеварения не работала, а раз они не работают, то всё уже, идёт зашлаковка, но там ещё почему тошнило. И ночью тоже. Мама покупала от листов таблетки, но через время всё повторялось, то есть, видите, там уже и листы. Как только идёт зашлаковка организма, так сразу развивается вот эта вся эта болезнетворная микрофлора, и естественно образуется столько грязи, что там уже и листы прекрасно живут, и всё, всё что угодно. Один раз пришлась от школы голодная, наелась селёдки и вышел живой аскорид. Аскориды были. Ну вот, смотрите, на голодный, так сказать, желудок, можно, значит, натрескаться селёдки, ну и потом, через какое-то время, принять слабительное, чтобы всё это вышло естественным путём. Это так. В школе много пропускало. Никто не занимался со мной, я всё сама. Ну, трудно. Так и росла закрытой, вспыльчивой, но отходчивой. Вот это всё повлияло на характер человека. Только на каникулах я оживала, уезжала к бабушке в деревню на лето. Вот видите, где свободно, где нету гнёта, где нету ауры, где вот действительно ты живёшь по-настоящему. И вот такие письма ещё, чем хорошо. Человек изливает свои все эти, всё, что там у него накопилось, и плотно. И вот тут-то очень хорошо применить что? Методику очищения полевой формы жизни. Она даже более важна, нежели там всё остальное. Потом поступила в училище. Был очень строгий учитель, мужчина по специальности. За малейшие проступки унижал неприятными словами. Вот знаете, я с вами общаюсь. Я тоже своеобразно для вас являюсь учителем, преподавателем. И так вот, у меня, у меня, насколько вы помните, задача одна – вас возвысить. Несмотря на то, что всякое там умеется, и можете там всё мне написать, и так далее, и подобное. Сколько на меня этих пародий было сделано. Значит, артисты стали мне завидовать из-за того, что по пародийности я оказался чуть ли не на первом месте такой популярный. Всё это надо переварить было. Всё это быть сильнее всего там. А тут специальность, люди унижают. Неправильно, таких, конечно, педагогов не должно быть. Ну, вот такие вот люди попадают. Они, возможно, даже вампирят от вас из-за того, что вы их боитесь. То есть, когда имеется над вами власть, кто-то имеет власть, и пользует её, а вы ещё боитесь всего этого, то вот такое начинается. У меня начались панические атаки. Протерпевал два года, перевелась к другой адекватной учительнице. То есть, это уже психосоматическое заболевание у человека. Зарабатывается. Таким вот образом наживается. Жизнь сдавит, и человека ломает. Потом поступила в университет, познакомилась с парнем. Встречала 4 года. Сначала относился хорошо, потом плохо. Ссоры из-за алкоголя, драки. Снова начались панические атаки, не выдержав, разошлись. Да как только у вас что-то начинается вот такое вот, серьёзно, поговорили там, Паша, так и так. Если это, мы что, мы любим и живём? Либо, что мы тут это самое, собираемся подраться и друг другу нервы потрепать? Зачем мне это надо? Зачем это тебе надо? Так, я устроилась на работу, начала хорошо зарабатывать. Бывший захотел вернуться, сделал предложение, пообещал бросить пить. Вот, ё-моё. Ну, к сожалению, вот так мы по жизни приобретаем опыт. Больше никак. Я простила, через месяц после свадьбы ушла, не сдержала обещания. В тяжёлое время поддерживала мама. Но мою просьбу о помощи отец проигнорировал. Да, через год познакомилась с будущим мужем, отношения кардинально другие, наряду с семьей и первого мужа. Родился сын, абортов никогда не делала, беременность не прерывала. Молодец в этом отношении. Вот тут ещё человек остался человеком. И в этом же году открыли бизнес, работали только вдвоём. Я разрывалась между ребёнком и работой. Последние пять лет было много переживаний на этом фоне. Ложились в 3-4 часа утра и вставали рано на работу. Я даже посидела. Ведь если ты поднимаешься вверх, многим становишься костью в горле. И это тоже, понимаете, этапы взросления. Вот как я с вами говорю, этапы идут. Не до здоровья, не до ещё чего-то. Что-то человек в этой жизни обозначает для себя. Какие-то приоритеты на данном здоровье. Хотя всё можно было. Ну, вот так вот получается. После трёх лет я почувствовала, что мне плохо. Нету сил. Волосы выпали. Поставили диагноз аутоиммунный террория. Идит. Назначили гормоны. Я их не пила. Изменяла питание. Всё ела с салатами. До ребёнка питалась часто и в меру. Вес 53-54 кг. Стабильный. А потом питалась раз в день. От всего жирного тошнила. Сладости или фастфуд я не признавала. Ничего не покупала. Если в составе есть Ешки, усилители вкуса, всякая химия. Аллергии на продукты не было. Стул был не каждый день. Даже через день. Потом у меня начались периодически приступообразные боли в нижней части живота. Которые скручивали меня на несколько часов. И пока газы не отойдут. Они долго отходили. Боль не проходила. Стало записывать, что ем и от чего плохо. В основном это были бобовые, правильно. Вот это правильно, что записала. Хлеб, капусты и разного. В разном виде и квашение. То есть это как раз те продукты. Вот важно для себя отобрать. Почему вам становится плохо? Почему? Это как раз вот это газообразующие продукты. Которые вот всё это дело образуют. Их надо либо научиться готовить, знаете, переваривать и мелко-мелко растирать. Либо же, либо же просто-напросто тогда от них отказаться. И что касается там насчёт газов. Использовать очень хорошо семинат мина. Или зиры. После сильного стресса, сначала из-за отца, а потом ещё возле нашего дома сбили ракету. Мы чудом остались живы. Я ощутила сильную ноющую боль. И Никола сказал, что это кисты, их нужно удалять. Он ничего не поможет. Перенервничала. Вес упал до 48 килограмм. Ну, если там, я не знаю, МРТ было, УЗИ там было, показало. Ну, можно, можно это решить, конечно. Но это надо решать. Вот эти бобовые исключить, то, что вызывает вот эти вот газообразования. То есть, вопрос встал теперь о здоровье. Вот следующий этап. Бизнес был, да, окунулись в бизнес, всё делали, всё это. А теперь вот, вроде бизнес там встал или не стал. Надо за здоровьем следить. Поправлять. Так. С тех пор я начал искать оздоровление. Сначала один врач назначил раздельное питание. Убрала глютен, рыбу, мясо, вес снова упал до 48. Не поднимался. Много салатов. У меня от них раздувался живот. И тюбаж на сорбите с минеральной водой. Потом шиповником раз в неделю. После третьего тюбажа слизистая моя не выдержала. Раздельное питание подразумевает то, что вы едите, вот вы едите. Но вы едите это раздельно. Если вы едите, грубо говоря, котлету с картошкой, вы съедаете котлету. А потом, допустим, в следующий приём еды вы съедаете картошку. Вот это раздельное питание. А не то, что дальше там что-то надо выбрасывать, что-то этот самый. Глютен там с этим глютеном во голову забили. Он там минимально влияет, этот глютен. И это вот мясо. Естественно, его много не надо есть. Всё должно быть в меру. О чём я говорю? Всё должно быть в меру. А так вот, вот такие какие-то. Много салатов. Раздувался живот, потому что пищеварение не, в данном случае, не может переварить просто сырые овощи. Они, естественно, начинают бродить, раздувается живот и всё такое. А вот это дальше идёт что-то там, тюбажи и так далее. Ещё что-то, какое-то насилие. Ну не то, ну не то, понимаете. Ну не то делается. То есть всё усугубляется. Хотя я ощущала прилив энергии, но после тюбажи было очень плохо. Не делайте эти тюбажи, дюбажи, раз вы чувствуете, от них там плохо. Не нужны они вам. И эти салаты замените, допустим, на тушёные овощи. Грубо говоря, каши, тушёные овощи. Творожок там, яичечко. Когда там мясо там. Всё это в меру, да, всё будет отлично. Обратилась к другому врачу. Сдала кучу анализов. Вот, именно, анализы, чтобы узнать. С одной стороны, это хорошо, вроде бы, анализы. Но гарантируют ли они последующие выздоровления или нет? Вот в чём вопрос. Ну давайте читаем дальше. Восполняла БАДами дефициты. Ага, сказали, что у вас дефициты, да. БАДами дефициты. Ела белок плюс углевод плюс салат. Вес поднялся до 48 кг, но у меня постоянно надувался живот. Надувался живот, это говорит о том, что там идёт брожение, там неправильное сочетание, там уже развелась соответствующая микрофлора. Просто подобрать питание, чтобы не было этого. Плюс тмин. Я тмин постоянно. Великолепно насчёт надувания живота. Так, я начал болеть каждые две недели. Либо обсыпало пятнами. А это когда не... Вот это всё не переваривается, а вот это вот бродит. И вот этот брод всасывается. Да у человека ещё есть запоры. Это всё выходит через кожу, я вам говорил. Через лёгкие, через кожу. И поэтому это всё закономерно. Лицо обсыпало пятнами, которые шелушились и сыпью. Фото прикрепляю. На ОЗД изменений нет. Все те же кисты. Потом я прошла биорезонансную диагностику. Вот эта диагностика, вот такая, такая. Знаете, вот вам всё могут сказать. Ваш сарай развалился. Но как его собрать, как его собрать, сделать? Вот тут-то мы не знаем, не понимаем. У меня нашли много глистов, вирусы, циталомегавирус, Эпштейн-бара и дефициты. И хламидии в органах малого таза. Хотя лоблаторно не подтверждалось. Декабрин начал отравить глистов. А это всё из-за того, что вот это вот такое питание. И вдобавок, знаете, когда вот эта вся микрофлора уже изменилась, хоть что ты не съешь. Даже правильно ты съешь. Оно всё равно вот это сбродит. Потому что микрофлора поменялась. Её надо нормализовать. С помощью чего? С помощью того же, допустим, тмина. С помощью там вот этого вот раздельного питания. И нормализуется не так-то быстро, как нам хотелось. Так, в декабре я начал отравить глистов. Настойка коры осины на водке. Пила чёрные орехи, гвоздику. А вот тут настойка коры осины на водке. Вот лучше бы кору осину взяли бы. Вот смотрите. В чём эффект лечения от глистов? Вот это на водке коры осины. Её мало поступает в организм. При этом она всасывает где-то тут в желудке, в двенадцатоперстной кишке и всё. Если настой на коре осины, вроде бы его больше будет. Может он куда-то туда чуть дальше уйти. А вот если вы эту кору осины измельчите на кофемолке и в виде порошка будете принимать, она у вас будет проходить по желудочно-кишечному тракту. И вот все участки, все места будут набиваться вот этой вот осиной пылью, которая будет травить всех этих глистов, где там они имеются. То есть разницу почувствуйте. Чёрные орехи, гвоздику. Тоже это ерунда. Чёрные орехи, гвоздику. Всё это вот здесь где-то. Это чистит там кровь ещё. Но эффективно на паразитов, которые обитают в полости желудочно-кишечного тракта, особенно в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, не будет действовать. Как же мне было плохо. Лоха выходила с двух выходов, простите за откровенно, да? Но это-то я не знаю, что она имела в виду. По Семёновой делала спринцевание с полынью, пижмой, корой дуба. Потом настойку полыни с травами пила. Ела чеснок, хрем, острый перец. Стравила я их таким образом 3 месяца. И в марте уже начала соковую терапию. Клизмы. Итог. Уменьшение веса, воспаление кишечника, выход сначала глистов и слизи, а потом грибков на ножках и увеличение кисты. Это я вам писала. Ну, с кисты началось всё. В комментариях фото с грибками на ножках. Так опять-таки, вот что надо делать, вот чтобы ваш организм смог выдержать столько много трав было принято, которые ведут к перевозбуждению жизненного принципа ветра. Что от этого действительно становится плохо и воспаляется слизисто. Сухие, сухие, бросайте сухие туда. Их понадобится меньшее количество, а эффект будет больше. Вы и ваши советы действительно моя последняя надежда оздоровиться. Иначе обрежут всё и буду не женщиной, а инвалидом. Ну, это вы сами уже решаете. По крайней мере, вы начали действовать. Вот я вам там подсказал, как что. Вот в этом видосе тоже это рассказывают. Что лучше всего сухое, сухое. И при этом наберите веса, а потом уже дальше. По вашим рекомендациям я снова возобновляю антипаразитарную программу. Первое. Хочу по 5 капелек. Начну на сахар тадикамп. Не надо вам тадикамп. Ну, не нужен он сейчас тадикамп. Я вот говорю, что сухое должно быть. Тоже траву осины, тоже полынь, тоже там что там ещё. Пижму в сухом виде там. Тоже перемолотую гвоздику. На 2 недели потом перерыв опять орех, осина, настойка измельчённого гвоздика. Всё натощак. Ну, что, что, вот что, вот можно говорить. Всё. Травки должны быть в сухом виде. И вы их просто-напросто в рот, грубо говоря, там пол чайной ложки. И всё это запили, чтобы оно там прошло. Вот что. И раз в день. Но при этом отдохните от всякого этого своего там собственного лечения. Отдохните. Наберите вес. Успокойтесь. Сделайте, сделайте очищение полевой формы жизни, чтобы вы избавились от всех этих вот эмоциональных зажимов, которые вы займели от всего всей предыдущей жизни. Спринцевание урины можно. Тампонию с урины на ночь. Лучше всего с упаренной урины. Можно. Компрессор с уриной на кисты. Не надо. Не надо. Не так, как вы думаете, она рассосётся. Не надо пока. Клизмы с уриной. Подскажите, как после клизмы даже с уксусом и суриной у меня как бы воспаляется толстый кишечник, начинает ныть, урчат, это боль, отдаёт и начинает болеть яичник. Делаю первый в три дня, но всё равно болит. Сделала большую паузу. После клизмы два дня нет, позыва, гнификация. Есть больше тушёных овощей. Значит, не надо никаких клизм с уриной. Не надо подсушивать слизистую оболочку кишечника. Наоборот, вставляйте вот эти вот свечи со сливочным маслом, чтобы у вас там всё восстановилось. Попейте кисели, попейте что-нибудь там слизеобразующее. Попейте, вернее, поешьте риса, которого хорошенько разварите. Попейте этой самой, вернее, поешьте риса с мясной подливкой. Вот что вам вкусно. И плюс при этом раз в день тминатан. Гнификация сама потихонечку наладится. Не надо туда её попытаться сделать. Это всё наладится естественно. Она не так быстро, но это... Всё, что не съем, надувает живот. Вот как раз, чтобы не было надувания живота, кушайте каши с мясной этой подливкой. Тушёные овощи кушаете, чайки тёплые пьёте, кисели там пьёте. Даже соки свежие не надо на данном этапе. И плюс раз, а то два раза в день тмин. Одну треть чайной ложки с утра натощак, одну треть чайной ложки на ночь. Прошла в ваших книгах, что навар из корней и крапивы для залечивания слизистой так сделаю. Восстановится слизисто, самостоятельно восстановится, если вы будете вот так вот примерно питаться, как я вам сказал. Она обновляется быстро. Но если вы будете делать клизмы, ничего у вас не восстановится. Седьмое. Раздельное питание. Хочу набрать вес. Салат с фруктов. Не надо вам салат. Отвар с овса пойдёт. Кисель с овса с топлёным маслом. Ну пускай пойдёт. Потом попробую жидкую кашу с овса. Каша, особенно зеленая, гречка и харчок. Тяжелый для меня. Всё стоит. Значит, используйте не зелёную гречку, а обычную гречку. Хорошенько её разваривайте. Рис разваривайте. И с мясной вот этой подливой сделайте вот эту вот такую, как бы сказать, комбинацию, чтобы она у вас была вкусная, питательная. И вы чувствуете хорошо. Очень хочется жирного. Вот, жирного. Ем селёдку с зеленью и горчицу. Даже перед сном. Я тогда хорошо сплю. Ну ешьте. Ешьте. А вот как раз с топлёным маслом, вот эти каши, это будет нормально. Поэтому у вас уже через подсознание вам вот этот вкус долбит, чтобы вы там вот это ели как-то жирное. И вот это солёное, которое задерживает воду. Вот почему это всё происходит. Втираю масло в тело, тёплые ванны. Вот это правильно. Да. Восьмое. На полный месяц хочу сделать чистку печени. Не надо пока вот эту чистку печени. Ну вот не надо пока. Вот вы восстановитесь. Всё вот это вот, всё мы пытаемся, всё знаете, решить. То, что наживали в течение десятков лет, мы хотим решить вот буквально таки чуть ли не за неделю. И вот это вот так и получается, что организм не может это всё усвоить, переварить, адаптировать и как-то это. Начну с малых доз масла, не нужна вам чистка печени. Последнее, но, наверное, очень важно. Попрошу прощения за всё, что всех обидно. Даже не знаю, как это сделать, только подумаю и уже об этом слёжно врачится. Ну и пускай, плачьте. И плюс очищающая методика, очищающая полевую форму жизни, ежедневно делать на ночь. Извините, что много написала. Буду благодарна вам за советы, которые скажете. Благодарю вас за ваши труды. Я много прочитала, изучила. Это кладет знаний. Многие века вам и вашему роду с наступающим светлым праздником. С уважением, Лиля. Вот кожа на лбу. Вот эти все это ерунда уже, грибки, которые там проросли. И вот как раз пишет Наталья. Вот письмо буквально я разбираю. И приходит Наталья. Поздравляю вас. Так желаю здоровья. Геннадий Петрович смотрел ваш ролик. Киста, яичника, опухоль. Как раз вы разбираете мой случай. Да, всё дело в кишечнике. Запоры с детства. Сейчас после моих голодовок отрегулировался стул. Смотрите, с голодовками тоже осторожнее надо поступать. Надо давать организму времени восстановиться. Но заметила, если поем твурок на следующий день, хожу туго в туалет. Значит, каши. И не на следующий день, а дня через два, через три. Вот все, всё анализирую, прихожу к выводу, что проблема в кишечнике. А именно напряжение четырёх лет после стресса. Стресса, 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 стресса. Научитесь жить без стресса. Я об этом много говорил. Вот этот вот инструмент, с помощью которого я осознал, как работать с сознанием, и начал работать со своим сознанием, у меня стрессов нет. Очистить полевую форму жизни обязательно здесь надо. Так, боли в животе, вздутие газообразование. Тмин, тмин, она же зира. Сколько раз я вам говорил. Всё. Болит по бокам, с двух сторон, под ребрами. Опоясывающая боль в области печени и поджелудочной. Была эрозия желудка. Эрозия желудка, значит, вы используете вот такие обволакивающие продукты. Опять же, тот же хорошо разваренный рис с топлёным маслом. Тот же, допустим, гречневая каша хорошо разварена с этим самым, на мясной там, вот этой подливе. Сейчас желудком всё в порядке, но боли в животе не проходят. Ноги также отекают. Значит, насчёт живота, я уже сказал, тмин и вот эти слизообразующие продукты. Каши тушёные, овощи. Не надо ничего там свежего есть, раз от них у вас такое получается. Это не ваши продукты на данный этап вашей жизни. Вот всё вы должны, я говорю, я бросаю вот эти жемчужинки вам. На данном этапе жизни, если у вас газообразование, вам сырая пища не подходит. Тем более, если вы её едите и чувствуете, что у вас ещё больше газа. Кушаете вы, допустим, каши на топлёном масле, такие размазники, там, кисели пьёте. Чувствуете, что совсем другое дело. Значит, ещё вам организм подсказывает. Вы же немножечко, ну, головой это самое, думайте. Так, где тут? Ноги отекают. Ну, перестанут отекать, не всё так сразу. По утрам гуляю. Правильно. Делаю настой на здоровье. Правильно. По утрам гуляете. И также надо, значит, методика очищения полевой формы жизни. Так, вот это прогулки по утрам будут способствовать тому, что ноги будут меньше текать. Сегодня поела плов с говядиной. Четыре с половиной месяца не ела мясо. Вес остаётся на прежнем уровне 46 килограмм. Плов с говядиной. Вот знаете, чтобы говядина не кусочками была, а вот больше как бы сказать, чтобы развалина. Типа как суп, что-то такое. И надо было написать, что чё, как. Сегодня дышал дыханием счастья 15 минут. Молодец. Что делаю сейчас? Пью утром тмин. Правильно. Сегодня дня начала пить гвоздику. Гвоздику проглатывайте. Проглатывайте. Правильно. Что думаете, Геннадий Петрович, может почистить печень? Пока не надо. Опухоль не уменьшается. Увеличилось с августа 23-го. Увеличилось в здоровье не есть. Продолжайте. По крайней мере, там это самое. Будет это опухоль? Не будет это опухоль? Всё может стабилизоваться. Всё может там, грубо говоря, остановиться. И вы проживёте не чувствуя этой опухоли и всю оставшуюся жизнь. Как дальше действовать? Буду ждать вашего ответа. Дал я этот ответ. И сейчас приступаю к монтаджу. К монтаджу. Не даёте старикану отдохнуть. Понимаете? Хотя отдохнуть, отдых у меня специфический. Я не просто стараюсь отдохнуть, а я в это получаю специальные знания. Понимаете? Вот человек взрослеет. Он начинается как ребёнок. Для начала ему там, ой, карандашик. Он там пишет, как интересно. А потом, грубо говоря, ему пультик интересен. А потом ему, ох ты, тут можно снимать интересно. А потом, ой, компьютер есть, можно монтировать. То есть человек взрослеет. И он сначала вот этим занимается, потом тем, потом тем. И понимает важность. На каждом этапе существует своя важность. Вот её надо закрыть, чтобы у вас не осталось вот этих белых пятен. И вы потом не сожалели, что у вас нету детства, нету юности. Профукали свою мечту, профукали свою любовь, специальность. Не построили семью, не заберите детей. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.